В один из первых дней, после того, как меня подняли на зону, ко мне, улучшив момент, когда я стоял в дальнем углу локалки 1, подошел кавказец, в возрасте такой, на табличке Нариман Османов. «Дагестан?» — спрашиваю. «Ну, почти!» — улыбается он. «Аварец из Азербайджана». Потом отворачивается, отходит, типа закончили разговор, и, глядя в другую сторону, совершенно как в шпионских кино, говорит. «Вокруг тебя только козлы и стукачи. Каждый твой шаг фиксируют. Не верь ни одному слову, и даже если я буду вслух говорить «да», это значит «нет». И наоборот». И пошел. «Нихера себе!» — сказал я, почесав голову. В общем, ничего другого я не ожидал, но выглядело, что человек реально рискует, говоря мне все это. «Нихера себе!» — сказал я себе второй раз, когда сегодня адвокат рассказал мне о том, что Нариман и другие бывшие зэки ИК-2 дали интервью для большого фильма телеканал «Дождь» о том, что происходит в моей колонии. «У меня действительно тюрьма в тюрьме и изоляция. Не знаю почти ничего, кроме касающегося меня лично. Отчего-то я просто в шоке. Например, от истории о том, что парикмахера избили за разговор со мной. Мы с ним реально перекинулись парой слов. Я еще думал, куда он пропал. Над чем-то посмеялся. Оказывается, больной туберкулезом, который лежал на соседних нарах. Постановка. Чтобы меня напугать. Ха-ха. Отлично помню этот момент. Мне сказали, у него открытый тубик, как бы тебе не заразиться. А я подумал, да вообще пофиг после новичка. Лишь бы кашлем спать не мешал. Ну а в целом, что тут сказать? Я понимал, что примерно так и будет. Не забывайте, что мой младший брат Олег отсидел 3,5 года по этому же делу. Но и все-таки я не с луны свалился. Знаю, как вещи устроены в нашей стране. Ясно, что все это устраивает Путин. Почерк психологически нездорового человека, упивающегося властью. И с глубокими проблемами в области зацикленности на сексуальных ориентациях тут явно просматривается. Да и любой, кто хоть немного понимает, как устроена тюремная система России, это подтвердит. У меня тут даже камеры выводятся не только дежурному по колонии, но и в управление, и в Москву. Мне носки шерстяные со склада не могут выдать без согласования с Москвой. А здесь такое. Надеюсь, что как когда-то на путинском совбезе рассматривали фото моих трусов и обсуждали, как лучше намазать новичком зону гульфика. Так теперь докладывается секретных данных с камеры, установленной в туалете барака 2-го отряда ИК-2. Почему я об этом всем не писал? Думаю, вам и так хватает новостей тюремной жизни. Ну, русская тюрьма, да. Мне-то еще гораздо легче остальных. Действительно, тут главное на провокации не поддаваться. Так что за меня не беспокойтесь, разберусь со всем сам. Мне интереснее с вами умное голосование организовывать, чем на тюрьму жаловаться. А про тюрьмы в России надо не на моем примере, а вообще говорить. Беззаконие, убийство, бесчеловечные фашистские пытки здесь давно норма. И мне, повторюсь, гораздо легче многих. Но интервью посмотрите. Познавательно о мерзости кремлевской власти. Ну и с Нариманом мы так потом общались. То и я ему подмигну, пока никто не видит. То он мне тайком покажет жест. Это сильно поддерживало. Особенно на пике голодовки. Так что сегодня, Нариман, возвращаю тебе твое. Спасибо, брат. Алексей Навального перевели в ШИЗО из-за незастегнутой пуговицы на тюремной робе. Об этом он рассказал в своем инстаграме. На камере есть только кружка и книга. Ложку и тарелку дают на время еды. И даже тюремную мою одежду забрали, выдав временную. Теперь на моей спине огромные белые буквы. ШИЗО. Всем привет из штрафного изолятора. Устроено это так. Бетонная конура 2,5 на 3 метра. Чаще всего там невыносимо, потому что холодно и сыро. У меня пляжный вариант. Очень жарко и почти нет воздуха. Форточка крохотная, вентиляции нет. Ночью лежишь и чувствуешь себя рыбой на берегу. Железная койка пристегивается к стене. Политика рассказала, что его вызвали на так называемую комиссию, где объявили, он, находясь на промзоне, регулярно расстегивает верхнюю пуговицу тюремной робы. Пока Навального поместили в ШИЗО на трое суток, но начальство колонии дало ему твердо понять, что если он не пересмотрит свои отношения, цитирую, то срок содержания в изоляторе ему могут продлить, пишет, собственно, сам Навальный в собственном посте. В 5 утра у него забирают матрас и подушку, койку опускают снова только в 9 вечера. Свидания категорически запрещены, письма запрещены, передачи запрещены, бумагу и ручку дают на 1 час 15 минут в день. С нами на связи Владимир Осечкин, основатель проекта «Гулагу.нет», правозащитник. Владимир, здравствуйте. Добрый вечер, Анна, и здравствуйте всем уважаемым зрителям «Дождя». Расскажите, пожалуйста, вообще, что такое ШИЗО, что это за формат наказания, что это за место, почему Навальный так отдельно упоминает его? Вообще штрафные изоляторы, так же, как и карцеры в следственном изоляторе, являются такой тюрьмой в тюрьме. То есть это мало того, что они человека закрывают в тюрьму, еще внутри тюрьмы, они помещают человека в отдельное помещение, водворяют туда человека на 3, 5, 10, либо 15 суток по постановлению начальника учреждения. Любое нарушение правил внутреннего распорядка, было оно или его просто придумывают сотрудники, является основанием для того, чтобы на человека было наложено взыскание. Ну, в данном случае я понимаю, что Навального решили закрыть на 3 дня, немножко его испугать в связи с его активной деятельностью, с созданием неформального профсоюза из числа заключенных и вот с его медийной активностью. Но я так понимаю, что если он не прогнется под администрацию, дальше они его будут закрывать на 10-15 суток, и это может продлеваться бесконечно, насколько мы знаем. При том, что формально человека должны после каждого штрафного изолятора возвращать обратно в колонию. Если из Москвы будет указание содержать его отдельно от всех заключенных, они будут автоматически продлевать срок содержания вот по такому же абсолютно совершенно издевательскому поводу. Но сейчас на дворе август месяц, один из самых жарких месяцев, и вот за расстегнутую верхнюю пуговицу Робы, то есть нашли до чего, конечно, докопаться, его посадили на трое суток. Интересно, что довольно отдельно пишут, что это Роба, у него просто на два размера меньше его нормального одежды, и поэтому он просто не может ее держать застегнутой, как я поняла. Да, ну вот для гулаговской системы на самом деле неважно. Понятно, что это политическое решение, откуда-то поступило указание начать его давить, вот его посадили в штрафной изолятор. Самая большая опасность, конечно, это не то, что у него забирают постельное белье, пристегивают вот эту вот кровать к стене, и он там, я не знаю, может на приступочке сидеть либо стоять. Это, конечно, неприятно, это унизительно, в этом нет ничего хорошего. Это не самое страшное. Самое страшное, что находясь в штрафном изоляторе, Алексей Навальный остается один на один. То есть если раньше, до этого он находился в отряде, в окружении большого количества заключенных, которые, по сути дела, являются свидетелями того, что с ним происходит, то на данный момент, находясь в ШИЗО, он находится всецело в руках сотрудников администрации, основная масса заключенных не видит и не слышит, что с ним происходит, и дальше, соответственно, могут быть какие-то манипуляции, вплоть до... Ну, в общем, я не хочу пока плохих мыслей нагнетать, но с учетом того, что его поместили в ШИЗО, я прямо об этом говорю. Жизнь и здоровье Алексея Навального сейчас в опасности, и здесь очень важно максимально часто адвокатами его посещать, проверять условия содержания в ежедневном режиме, потому что это может очень плохо, на самом деле, закончиться. Судя по той практике, которую мы знаем, у нас есть целый ряд расследованных уголовных дел, где работали наши правозащитники-адвокаты, где, к сожалению, персонал тюрем убивал заключенных, именно когда они находились в штрафном изоляторе, в беспомощном положении и всецело во власти сотрудников. Вот вы говорите, прогнется под администрацию. Вот что это значит на практике? Ну, понятно, что Алексея Навального не так просто и согнуть. Это не простой человек, это человек с волей, с принципами, с мировой известностью, с широкой командой поддержки. Но тем не менее, вот эта история, когда начинают сажать штрафные изоляторы, ну, во-первых, еще раз, это изнурительно. То есть сидеть в запертии, в четырех стенах в духоте в августе, это само по себе уже испытание. Во-вторых, когда, вот если он второй раз опять случайно, мы в кавычки берем, не застегнет пуговицу и так далее, то нынешний гулаговский ПВР, правило внутреннего распорядка из правительных колоний, они позволят уже администрации признать Алексея Навального как злостного нарушителя, потому что он дважды допустил одно и то же нарушение. А это, соответственно, и крест на условно-досрочном освобождении, это и гораздо большие проблемы, и очень большая сложность получать короткие и длительные свидания со своими близкими родственниками и так далее, и так далее. Но в любом случае мы уже видим, что, видимо, садисту Путину мало того, что он Алексея Навального просто посадил в исправительную колонию, ему нужно еще и в исправительной колонии его давить максимально, и мотая нервы самому Алексею, и подрывая его здоровье, и держать в напряжении огромное количество его команды поддержки, друзей, сторонников и так далее. Ну, одна из форм такого садизма, присущего Путина. Почему мне показалось важным начать с этого эфир? Конечно, фигура Навального и то, как он держится в колонии, это такой образец и во многом ориентир для всех тех людей, которые пытаются оказывать внутреннее и внешнее сопротивление происходящему. И его внутренняя свобода – это какой-то феномен на фоне вот этого чудовищного давления. Я не только не очень понимаю, как вы считаете, действительно ли это он сам все пишет? Можно ли найти ходы какие-то внутри тюремной системы, которые позволяют оперативно реагировать на происходящее и оказываться в зоне публичного доступа к аудитории, что ли? Я думаю, что большую часть, конечно, пишет сам во время встреч с адвокатами, во время тех возможностей свиданий, которые ему предоставляли. Но, конечно, в режиме онлайн он не может быть в интернете, и именно текст с опубликованием его аккаунтов, скорее всего, помогает ему в этом команда поддержки и помощники. Это очевидно, что не он сам сидит в интернете, в отличие от достаточно большого количества капу, активистов, тех осужденных, которые принимают участие в пытках, кто мучает других заключенных по команде оперативников СБФСИН, вот те сидят в соцсетях со своих смартфонов в вольготных условиях. А Алексея Навального сажают в штрафной изолятор за якобы не застегнутую пуговицу. Двойные стандарты, очевидно. Спасибо большое. Это был Владимир Рассечкин, основатель проекта «ГУЛАГУ.НЕТ», который обсудил с нами, что такое ШИЗО, куда посадили Алексея Навального. Это абсурдное наказание за... Еще раз хочу напомнить, вот видите, как у меня, да, расстегнутую пуговицу. У меня платье, у него робы, в которой он находится. Напомню, что его личную, ту одежду, в которой он был, у него уже тоже отобрали. И вообще условия ШИЗО, это действительно настоящие пыточные условия, а еще и феноменальная такая изоляция, где доступа и какого-то ощущения просвета, что ли, доступа к адвокатам, к родственникам, к другим, в том числе заключенным, всего этого там нет. Спасибо.